Партия чиновников и олигархов искренно в своей ненависти к российскому народу. Вот вы спросите меня, как я это понял? Блестящие глаза и подлинное, нескрываемое удовольствие, с которым единороссель Шатаминов сравнил наше общество со стадом баранов. Люди это те же животные и есть закон стада, нужно привить более 60% особей, чтобы достичь долгожданного коллективного иммунитета. Если безмозглому барану и, простите, корове уже ничего невозможно объяснить, нужно их заставить ради выживания всего стада. Этот факт подтвержден тысячелетней эволюцией гомо сапиенс. И далее он сделал прогноз, что после сентябрьских выборов новый созыв Государственной Думы ужесточит федеральное законодательство для того, чтобы насильственная вакцинация, вопреки несогласию граждан, стала возможна. Согласно июльскому опросу Левада-центра, который признан Минюстом России иностранным агентом, 58% опрошенных выступают против обязательной вакцинации. 66% опрошенных заявили, что прививки, по их мнению, должны быть добровольными. Да и среди профессионального сообщества также отсутствует консенсус. Около 20% российских врачей заявили, что не рекомендуют своим пациентам укол в плечо. Сейчас что, друзья, к власти пришло гестапо, что ли? Наши предки сражались в Великой Отечественной войне за право потомков, то есть нас, жить свободно. А нас тут сравнивают с баранами и коровами. Предлагают эксперименты какие-то делать над нашим здоровьем и здоровьем наших детей. Да совсем ошалели, что ли, Менгеле местного разлива. Раньше единороссов хотя бы журили за это или временно отстраняли от работы, как небезызвестную госпожу Гладских. А в нынешние времена сомнения и приличия отброшены. Глава комиссии по этике партии Единой России Евгений Ревенко не уверен, что комитет будет рассматривать высказывания Аминова. Таких запросов к нам не поступало. Не уверен, что комитет по этике будет рассматривать этот вопрос. Очевидно же, что Ильшат Аминов не имел намерений никого оскорбить. Это не вполне удачная фраза. Он имел в виду необходимость проведения кампании по вакцинации, по формированию коллективного иммунитета в условиях беспрецедентной опасности, в которой оказалось наше общество. Я думаю, что у него еще будет возможность доформулировать свои мысли таким образом, чтобы они никого не задевали. Подчеркнул он. А вы, друзья, попробуйте что-либо сказать о данном персонаже и посмотрим, с какой скоростью к вам приедет воронок, прилетит повестка в суд и так далее. Ибо хозяев жизни, в кавычках, оскорблять нельзя. Друзья, вы понимаете, какие люди мечтают сохранить власть и что они с этой властью намереваются делать. Почему единоросс не продолжил логический ряд? Животных многих стригут, а потом отправляют на убой. Задумайтесь над этим. Пора объединяться. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok